даже израильская крыша не помогает уже израильская крыша как бы не не то дает уже не знаю куда они должны как бы бежать чтобы как бы но америку конечно вот американская крыша было бы уже как бы хорошо а это как бы люди не понимают шутки такая шутка такая еврейская конечно военные действия между украина и россии они конечно теперь влияют всю мировую экономику как бы всю политическую ситуацию в мире потому что конечно одно дело когда военные действия между крупнейшими европейскими державами нету другое дело когда она есть люди как бы иногда забывают что украина очень большое государство очень большое европейское государство и конечно вот что между большими такими странами как россия и украина есть война это сразу как бы влияет на всю обстановку и безопасности и области в экономике и так далее и даже несмотря на то что как бы украина не европейском сиюзе не в нато это не имеет значения просто вот военные действия сердца европе большими государствами сразу меняет как бы обстановку одной обстановка перед войной другая обстановка когда начинается война вы видите что случилось полностью изменилась политика германии господин сольц новый канцлер выступал перед бундестагом длиннущий конюстр речи и говорю что будем вот свой свою армию укрепить немецкую сто миллиардов я сразу даю конечно же речь о том чтобы вообще отчечь российские энергетические потоки германию что вообще как бы удивительно конечно только только они говорили что как это все важно теперь они говорят что как бы будут отчечь абсолютно неожиданное заявление но очень грозное заявление если это сделать то конечно там братья сложно но россию сейчас сложно последние новости что попытались продать свой нефтом прости этих после этих первых санкций там не сумели продать им барреля не на барреля сумели продать свои нефти российские трейдер но вот так и есть новая реальность новая так что вся эта санкционный пакет конечно она тяжело ударит по россии российской экономики к конечно это может быть не будет видно сейчас но она будет видно все больше конечно в будущем все это требует конечно время пока не дойдет что там путин натворил конечно в олигархии конечно просто паники паники потому что видите они не верили они там и своим там партнером западе завели что не верят там этой глупости что может быть какая-то военное действие россии против украины но конечно же это не по это не понимать путина как бы какое у него как бы агенда что он хочет а вот хочет он вот такое что вот неожиданно вот сделать а вы будете заниматься последствиями но вот теперь российским олигархам надо заниматься последствиями потому что санкционные политики что-то первое место как бы попали они и сединенные штаты америки и англия и германия все они как бы поставить на первую строчку там нанести паллю так сказать как бы удар именно по российским олигархам у усманова забрали уже динбар его огромную яхту она сидит она сейчас германии там идет какие-то ремонты работу у яхта вот немцы его забрали очень сложное положение попался абрамович он как бы сильным давлением уже 14 года вы помните что как бы там многие журналисты писали там книги и статьи по поводу этого абрамовича что он так связанный путиным человек он даже он еще там фридман пошли даже какой-то суд английский и доказывали там что них нету никаких как бы доказательств этого что они там люди путина но вы увидите как бы суд судами а тут началась война и как бы власти говорят чтобы люди путина мы отберем у вас как бы все что можно конечно эти люди которые как бы понимаете этнические евреи и израильские граждане они просто шоке как это это как бы вы отберете понимаешь мужика по частные лица и так далее но это как бы военная обстановка как бы все эти ваши рассказы о том кто вы как бы их не волнует они точно знают что вы люди путина поэтому они вас наказывают наказывают конечно но видите когда стал вопрос а абрамовича стали выступать там ведущие деятели израиля что это же как бы известный сианистский деятель это же как бы борец против антисемитизма как вы это наказывает это такого человека что же будет тогда сианистским движением денег не будет но вот видите британцы как бы не не реагировали на такие как бы возгласы как бы из израиля мало их волновало потому что они знают что это кошелек путина и и если хочешь там как-то наказать путина наказа наказывай абрамовича бедно абрамович но что он только не уже не вытворяет чтобы спастись от этого он там и даже официально выступал за явлением что у меня нету никаких отношений путина он составил свою дочь софия абрамович поставить там какое-то там сообщение что он за мир он за мир и конечно же такая удача старый знакомый владимир зеленский там делать предложение быть посредником мира там между украином и россии но ничего не помогло конечно потому что это кошелек путина и поэтому его надо наказать и это стали делать особенно серьезно взялись своего футбольный клуб через и потому что это реально большой дорогой объект и конечно же можно делать как бы задачу это его отобрать у абрамовича абрамович думал что можно делать старые трюки что передать все это как бы чельзи в траст но траст это значит что абрамович уже не собственник но он пенефициар этого всего дела но видите британцы даже этому ему не дали делать они так его прессовали что остался только один возможность продать но продать там футбольный клуб очень сложно все таки да как бы дорогой объект то купит это это не не предприятие который принесет познасловные прибыли это наоборот это это траты и это как престижно до владеть футбольным клубом но это могут позволять себе очень богатые люди не просто богатые а очень 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 богатые люди поэтому конечно выбирать как бы некому выбрали три миллиардера одни из них был известный свейцарский миллиардер вайт и конечно же этот миллиардер так и сказал что у меня нету такие денег чтобы купить у тебя этот футбольный клуб не знаю там сколько там хотел там абрамович там 46 или 4 8 миллиардов евро дело в том что футбольный клуб челси его финансовая схема построена на том что абрамович дал долг клубу ну или там владельцам этого фирмы который владеет этим клубом челси долг сейчас несколько миллиардов долларов поэтому когда абрамович говорит что вот сейчас продаю этот клуб и все доходы передаю страдальцам месяца из украины то люди не понимают что у клуба долг и этого дохода после продажи как бы вот сколько его останется так останется конечно но большинство этого дети денег идет на выплачивание долга а это как бы люди не понимают шутки такая шутка такая еврейская но она такая есть конечно там огромный долг надо выплачать долго может быть после этого что-то и останется для как бы страдальцев украины но может быть там страдальцам из донбасса откуда мы знаем что там имеют ввиду роман аркадьевич на сказать что роман аркадьевич по матери украинец и на михаленко конечно его мать как бы по отцу был украинцем да там бабушка еврейка тоже по материнской линии но все-таки такие украинские корни у романа аркадьевича тоже есть поэтому как бы его интерес это украина или там что он там крутится там и бизнесе и и политики как бы она это конечно есть там конечно тоже такое впечатление что путин приказал там побольше там где задействовать там там структура абрамовича чтобы влиять на этих украинцев думаю толку от него не будет никакого дело в том что конечно абрамович является таким танкистом они людям человека который принимает какое-то решение в политике его используют как бы если надо но как бы такого толку чтобы он влиял на путина на принимаемые решения такого не может быть у путина план уничтожения украины и абрамович может участвовать только в этом плане они как по другому другое дело конечно он он владеет имуществом а многие думают что как бы это на самом деле во многом имущество владимир владимировича путина и что с этим имуществом будет вот здесь конечно очень большие проблемы конечно абрамович довольно большие активы и в россии и они конечно там продолжают работать и надо сказать что радоваться тоже нельзя потому что есть такая вещь там россии что там навязывают миллиардером разные планы скажем роман аркадьевич требую чтобы он строил парк космо космонавтики саратове саратове требует денег он крайне доволен там был своим сыном крутился там саратове и делал всякие там лица по поводу этого парка космонавтики но неважно как бы все-таки у абрамовича имущество не только на западе но и конечно в россии но и других местах конечно но все равно неприятно вот как бы этот пресс который там западные страны организовали относительно его на сказать что они не самый богатый человек в мире там олигархи российские богаче но как бы вот знаковая фигура просто это стал абрамович помнится что его предок из украины у него фамилия был апельсин апельсин вот так как роман аркадий апельсин и но не редиска же апельсин но тем не менее как бы вот его украинские связи как бы он явно попытался использовать для того чтобы облегчить свою судьбу на западе что вот я за мир якобы как бы очень важный человек я там помогаю вести мир как бы мирные переговоры с там между россией и украина но пока не влияет но не влияет это на западных деятелей все хотят они у него отобрать поэтому такая конечно паника потому что не забудьте что конечно у абрамовича европе очень много недвижимости но это одна такая фантазия владимир владимирович что то он очень любит любит дома и очень очень хочет купить дома но вот покупали этих огромное количество какие-то зданий в европе всякие виллы и они там на счету абрамовича и есть теперь как бы их все отбирают конечно там и какого какого тогда был как бы из этого все толк и мы не знаем как как с этими имуществом будет будет она реализована и что с будет с этими деньгами пока как бы все-таки есть как бы общее понимание что они могли бы пойти на пользу украины но у меня никакой такой уверенности еще нету потому что как бы не слышно они ничего кабать их решения чтобы вот это так было кроме того надо иметь ввиду что очень много имущества конечно хитро оформлена не на 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 этих олигархов через какие-то схемы фирмы офшорные какие-то вещи и так далее поэтому там еще грозят ноги российской олигархи судами дело в том что если америк там вот все жестко там суды как бы жестко поддерживают администрацию то в англии это может быть и не так там конечно джонсон может выступать там что-то говорить олигархи надеются что английской судах они там что-то будут доказывать ну скажем так что софия абрамович ничего никакого отношения путина не имеет там если вы говорите что роман аркадьевич имеет но как какое отношение софия абрамович имеет имеет путина да конечно это какой-то аргумент и они будут там судах как бы прыгать по поводу этого но вы видите англии есть англия сколько там погибло российских бизнесменов за последние годы никто не сомневается стоит так как бы такая путинская компания то там живут там англии эти миллиардеры российские а там кто-то не не то что что-то делал не так там что-то болтал что-то не так и вот его найдут там перед домом или внутри дома мертвым там то ли он там и как бы какой-то там удар то ли там инфаркт то ли повесился себе себе себя как бы то вот постоянно такие вот истории и не случайно что наверняка чтобы напоминать там многим этим деятелям нашли очередной жертву михаил ватфорд настоящая фамилия его или прежняя фамилия его толсташей известный такой деятель миллионер нашли в лондоне своем сове вилле повешенным повешенным нашли как бы он был связан с разной различные схемы такими деятелями как как донбасский индустриальный союз коломойский еще какими-то деятелями все это очень разные как бы деятели разных лагерях но всеми этими деятелями этот ватфорд занимался прежде всего там газ и нефть и такие вот вещи были у него какие-то терки скажем приватбанком по поводу все этих активов и там какая-то борьба и шла шла но что там он перешел явно дорогу владимиру владимировичу и вот его нашли мертвым только что свои дорогущие виллы там 30 миллионов евро где-то там крафт и сюрре его как бы и нашли огромный просто скандал огромный скандал но это как бы видите как бы предупреждение там всем этим деятелям которые там околачивались там это в этой британии своими богатствами но все-таки как бы главное что вот олигархи под ударом потому что они читают что они являются кошельками путина и никакие разговоры не помогли и суды свое свое время что суд это там они выиграли что вот там какой-то писатель писал что я давай где твои так нету доказательств там вот ты проиграл и они думали что как бы этого достаточно но вот оказалось что нет правительство все-таки знают точно что они связаны с путином люди и и поэтому конечно ничего не помогает идет как бы то что отбирают имущество и и портят как бы жизнь этим самым богатым людям россии но конечно они не только люди россии еще раз большинство большинство их граждан израиля но вот даже израильская крыша не помогает уже израильская крыша как бы не то дает уже не знаю куда они должны как бы бежать чтобы как бы но америку конечно вот американская крыша было бы уже как бы хорошо но вот путин не позволял как бы требовал чтобы там у этих олигархов не было американское гражданство что они были российские граждане но вот может быть поэтому так как бы все крупно грустно может быть это была ошибка вы смотрите ару т.в.